Здравствуйте! Это программа в центре событий в студии Галина Булгакова. Коротко о главном. Заполнить пробелы в знаниях. Президент провел в Югре Совет по межнациональным отношениям. На женское здоровье сильнее всего влияет экономика. Всероссийский семинар гинекологов состоялся в Сургу. Традиционные номера в современной обработке. Колорит мелодии развернулся в городском культурном центре. Президент России Владимир Путин провел выездное заседание Совета по межнациональным отношениям в столице Югры. 45 экспертов, среди которых министры, депутаты, общественники и представители национально-культурных автономий поделились своими идеями. В Хантамансийске побывал Дмитрий Груковец. Президентский совет по межнациональным отношениям на этот раз прошел в Хантамансийске. Он стал уже 11-м. Ранее, помимо Москвы, такие совещания принимали Саранск, Уфа, Астрахани и Йошкар-Ала. В столице Югры планировалось обсудить вопросы национальной политики, демографического развития и меры по сохранению и защите родных языков народов России. Изменения не должны носить формальный характер. Они должны быть нацелены на повышение эффективности работы государственных органов власти, местного самоуправления, гражданского общества в сфере национальной политики. Мы много раз говорили об этом, и я тоже повторял неоднократно, что это крайне чувствительная, деликатная область, которая не прощает ошибок непрофессионализма, бюрократического отношения. Президентский совет по межнациональным отношениям призван решать многие вопросы совместного существования многих этносов в нашей стране. Только в Югре их проживает более 120. Президент призвал к тому, чтобы синхронизировать стратегию государственной национальной политики с теми целями, задачами, которые обозначены в послании и майском указе, а также с другими документами стратегического планирования. Считаю, что все социально-экономические планы мы должны строить и реализовывать с учетом культурных, исторических, национальных особенностей наших регионов в открытом диалоге с гражданами. Национально-культурные объединения должны быть активными участниками обсуждения всех ключевых вопросов, которые связаны с развитием городов и поселков, регионов в целом. Тем более, что площадки для такого конструктивного разговора созданы. Невладение этнокультурной информацией рождает настороженность и враждебность граждан разных национальностей и вероисповеданий друг к другу. И, что самое опасное, позволяет деструктивным силам навязывать стереотипы о различных народах и готовить почву для разжигания межнациональных конфликтов. Если в нашей стране будет больше проектов, подобных большому этнографическому диктанту, детям Арктики, полиформатному учебному пособию «Азбука национальности» или, например, международному межнациональному музыкальному конкурсу для подростков «Весь голос», то через несколько лет мы получим поколение с иммунитетом к национальным предрассудкам и конфликтам. Губернатор Югры Наталья Комарова сообщила, что в автономном округе языки народов ханты, манси и ненцев находятся под угрозой исчезновения. Чтобы этого не произошло, по мнению главы региона, нужно создать фонд поддержки родных языков России и на документальном уровне утвердить базовые основы письменности. В связи с этим мы предлагаем, наше предложение состоит в том, чтобы внести изменения в федеральное законодательство с тем, чтобы можно было урегулировать вопросы утверждения графической основы, алфавитов, правил орфографии, пунктуации языков коренных малочисленных народов Российской Федерации. Нужно заняться какими-то стандартами, благодаря которым мы потом сможем развивать и графику языков разных народов. Ведь это касается не только языков ханты, манси. Это на самом деле более широкая проблема, то, что она сказала. Это касается многих языков народов России. Если эта проблема будет решена, то это будет серьезный шаг к тому, чтобы мы продвинулись в сохранении языков народов России. В завершении президентского совета по межнациональным отношениям Владимир Путин заверил, что предложения, прозвучавшие на встрече, будут обязательно учтены при корректировке стратегии государственной национальной политики России. Глава государства особо отметил, что все поручения будут сформулированы таким образом, чтобы они не просто нашли отражение на бумаге, а заработали в реальной жизни. Дмитрий Круковец, Гамзат Магомедов, Сургут, Интерновости. Под эгидой национального проекта образования Российского общества акушеров-гинекологов и Департамента здравоохранения ЮГРЫ в Сургутском госуниверситете состоялся семинар для специалистов в области женского здоровья. Участие в нем приняли медики со всего округа. Гостями семинара стали одни из лучших специалистов в сфере акушерства и гинекологии России. Наша съемочная группа побывала на мероприятии. Программа семинара для акушеров и гинекологов была достаточно насыщенной. Обсуждали вопросы женского здоровья как молодых представительниц прекрасной половины человечества, так и взрослых. Особыми темами мероприятия стали материнская смертность и демографические показатели. Тем более, что в России вновь фиксируются критические показатели по количеству малышей, появившихся на свет. В 2017 год минус 200 тысяч рожденных детей. По сравнению с предыдущим миллионом 800. И прогноз не очень, потому что в 2016 году зарегистрировано на 155 тысяч браков меньше, чем в предыдущем году. Влияет на это масса факторов. Не последнюю роль играют экономические. Мамы стремятся построить карьеру, пожить для себя как следствие. Первые роды случаются все позже. А чем старше женщина, тем выше вероятность возникновения сложностей во время самой беременности и родоразрешения. Как отметили специалисты, сегодня появляется больше женщин с сопутствующими патологиями. Крайне актуальным всегда остается их корректное ведение во время беременности. Беременность это не болезнь. Это естественное состояние женского организма. А порок сердца неестественное. И никогда у акушеров не будет лицензии на лечение порока сердца. Как написано в нашем порядке оказания акушерской помощи в стране, больным беременным помощь должна оказываться в профильных отделениях. То есть в кардиохирургическом, эндокринологическом, урологическом и так далее. Приехал на семинары знаменитый российский врач Марк Курцер. Он не только профессор Российской академии наук, но и создатель корпорации «Мать и дитя». Курцер посетил сургутские перинатальные центры. Курцер, который кардиодиспансер, познакомился с оказанием медицинской помощи в нашем городе. Поговорил с пациентами. Встретил в сургуте и девушку ЭКО, которую делали в его клинике в Тюмени. ЭКО, если раньше было бесплодие, основное показание сегодня нет. Сегодня это различные наследственные заболевания. Сегодня это приобретенные заболевания, такие как рессансимуляция. Сегодня идет целая программа онкофертильность. И сегодня есть программа неполный брак. В прошлом году в нашем округе было зафиксировано 23 тысячи родов. В этом году ожидают столько же. Около 10 тысяч – это сургут. Показатели материнской и младенческой смертности в автономии крайне низкие. Регион входит в десятку лучших в России. Все благодаря высоким технологиям. В том же перинатальном сургута выхаживают малышей, которые родились весом в 600 граммов. И все это несмотря на огромную территорию. На площади Югры, например, помещаются 16 московских областей. Непрерывное образование специалистов играет в этом не последнюю роль. Мы постоянно учимся. Мы постоянно учим своих врачей. И мы стараемся, чтобы наши врачи владели всеми технологиями, всеми практиками, которые на сегодняшний день доказаны и которые улучшают наши исходы лечения. Как отметили академики, медицинский институт Сургу сегодня – один из лучших в стране по подготовке кадров. Система, которую выстроили в нашем городе, позволяет готовить высококвалифицированных узких специалистов, которых явно не хватает в России. Причем пользуются спросом они во всех регионах. В будущем году в нашем городе откроется новый перинатальный центр, куда будут трудоустроены дополнительно 1 тысяча человек. Большая часть из них – выпускники местного мединститута. Дарья Давыдова, Денис Зонов, Сургут, Интерновости. А вы Ноктюрн сыграть смогли бы на флейте и велосипеде? В культурном центре «Порт» прошел трехдневный фестиваль экспериментальным звуком. В Сургуте праздника такого формата еще не было. Кира Ванштейн и Михаил Мисоедов сыграли концерт на велосипеде как единственном музыкальном инструменте. Александр Сериченко из Москвы использовал саксофон, а подыграть ему смогли все желающие. Здесь же прошли лекции московских мультимедийных художников Андрея Смирнова, Олега Макарова. Их презентовали как людей, знающих о звуке все и даже больше. В рамках фестиваля открылась выставка картин «Звук вокруг». Это саунд-арт. Объекты, созданные московскими мультимедийными художниками и дополненные визуальным рядом сургутских художников. Послушать какую-то винтажную советскую аппаратуру, послушать картины, то есть не только посмотреть на них, но и услышать их, почувствовать музыку не ушами, а тактильно. В общем, очень много различных экспериментальных вещей, которые интересны, как мне кажется, будут широким слоям населения. Кто не успел поиграть на необычных музыкальных инструментах, могут использовать второй шанс. Он представится 3 ноября в Ночь искусств. Старт в 7 вечера. Заявлен новый эксперимент от летучего театра. Электрогитара, которая умеет петь, как птица, и шуметь, как море. Завершат музыкальный вечер за час до полуночи. Также гости узнают, как звучат только что купленные ананасы, манго, огурцы и капуста, и научатся сами на них играть. По сути, ты можешь сделать фруктовое пианино, например, или барабаны из тыкв и ананасов. У нас в данном случае работает синестезия. То есть при виде каких-то странных предметов, на самом деле, через прикосновения ты можешь создавать звуки и играть на них. Мы сами изобретаем специальное устройство, которое позволяет это делать. То есть превращать повседневные предметы в музыкальные инструменты. Называется такая штука плейтрон. Это вот такая плата, с помощью которой мы преобразовываем касание людей в звуки. Музыка без границ и пределов. В городском культурном центре состоялся праздник «Колорит мелодий». Мероприятие уникально тем, что молодежь поет национальные песни на разных языках в современной аранжировке. Организаторы считают, что таким образом посредством близких для них произведений молодые люди лучше узнают культуру друг друга. У концерта интересное режиссерское решение. Вокалисты и хореографические коллективы работают совместно, образуя органичный номер. Это очень интересный синтез. Сегодня, наверное, его можно назвать как экспериментальный проект, но я думаю, он удался. Потому что то, как горят глаза у детей, то, как они этим заразились, наверное, будет в результате сегодняшнего просмотра, будет это видно. Метрополит Хантамансийский и Сургутский Павел осветил купола и кресты строящегося храма в честь иконы Казанской Божьей Матери в поселке Белый Яр. В этом году церковь отмечает печальную дату – столетие со дня казни царской семьи. Один из пределов нового храма будет посвящен святым старостотерпцам. Купола храма будут видны всем проезжающим мимо поселка Белый Яр как по дороге, так и по реке. И, конечно, хотелось бы попросить всю пасту, внести хоть малую лепту, посильную лепту в достройку этого храма. Это очень значимый для нас храм не только для Белого Яра, но и для нашей митрополии в целом и для нашего Отечества. Эти и другие новости смотрите на нашем сайте indifisnews.ru. До свидания. 16 октября в Сургутской филармонии прошла городская конференция по охране труда на тему «Сохрани жизнь и здоровье. Организованная администрация города». На конференции были освещены вопросы изменений трудового законодательства, проведения проверок государственной инспекции труда, вопросы специальной оценки условий труда, организации работы на высоте и методы профилактики стресса на рабочих местах в условиях ХМАО-югры. В работе конференции приняли участие более 400 специалистов. Участникам мероприятия представилась возможность пройти бесплатное анонимное тестирование на ВИЧ-инфекцию, отработать навыки сердечно-легочной реанимации и посетить выставку средств охраны труда и фотовыставку «Труд в объективе». Администрация города сегодня организует городскую конференцию по охране труда на тему «Сохрани жизнь и здоровье». Тема городской конференции выбрана не случайно и исходит она из законодательно закрепленного понятия «Охрана труда». Это прежде всего система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности. Для участия в конференции мы пригласили не только организации города Сургута, но также представителей близлежащих муниципальных образований. Это Нефтьюганска, Нижневартовска, Ханты-Мансийска и Сургутского района. На фотовыставке представлены работы 55 участников городского конкурса «Труд в объективе». Фотографии ярко демонстрируют широкому кругу участников мероприятия достижения организации нашего города в области обеспечения средствами индивидуальной защиты рабочих в производственных процессах. Определены победители городского фотоконкурса «Труд в объективе» в торжественной обстановке Сургутской филармонии награждены почетными дипломами администрации города. Мы победили в номинации «Наставник молодежи». Мы в этом году впервые приняли участие в данном конкурсе. Для нас это действительно большая награда, победа в этом конкурсе. И вот данная номинация, которую сегодня мы представляли в рамках фотоконкурса, она как раз была направлена на работу педагога с детьми во время лабораторных занятий, которые дети проводят на таких предметах, как физика и химия. Эти и другие мероприятия являются одним из направлений деятельности администрации города по профилактике производственного травматизма и профессиональных заболеваний. Светом добра наполним нашу жизнь. Доставка «Пловхаус». Здравствуйте. Апетитный и ароматный плов. Сочные и горячие манты. Сытная самса. Восточный и вкусный лагман. Горячие предложения. Сытные скидки и удовольствие с быстрой доставкой. Вкусная доставка от «Пловхаус». 550-440. Ювелирный салон «Ринго» представляет обновленные коллекции «Кристалл», «Грёзы», «Бриджс». Необычные формы и неповторимые дизайнерские решения завораживают. Цены официального сайта завода-изготовителя и работа на собственных площадях дают преимущество от дополнительных скидок. «Ринго» выбирайте лучшее для любимых. Декабристов 9А. Кухни, спальни, детские шкафы-купе, мебель для офиса. Удивительно низкие цены. Торговый дом «Евроофис». Улица Островского, 26-3. Телефон 510-210. Доктор Бужинаев обучался медицине с 5-летнего возраста. Сегодня высококлассный специалист проводит точное диагностирование и безоперационное лечение межпозвонковых грыж. Более 10 лет работы Александра Бужинаева в Сургуте показали. Все пациенты прошли курс лечения исключительно с положительными результатами. Телефон центра 90-12-13. До сих пор ждешь, когда упадут цены на жилье? Ниже уже не будет. Покупай прямо сейчас готовое жилье по улице Усольцева, 26. Однокомнатные квартиры от 1 миллиона 650 тысяч рублей. Двухкомнатные от 3 миллионов 200 тысяч рублей. Трехкомнатные от 3 миллионов 300 тысяч рублей. Ипотека и акции при покупке от ведущих банков. Кстати, внести оплату теперь можно через сайт sps86.com. Улица Тюменский, Тракт, 2-1, телефон отдела продаж в Сургуте, 600-190. Сигпромстрой. Добро пожаловать домой. Здравствуйте. Информация о погоде на 29 октября. В студии Айгуль Кунахович. Новый Киа Сид. Интеллект в великолепной форме. Мощный двигатель и целый комплекс прогрессивных электронных систем безопасности и помощи водителю. Подробности у официального дилера Киа на нефтьюганском шоссе 62-2 или по телефону 500-888. Генеральный партнер прогноза погоды Киа-центр Сургут. Официальные дилерки на нефтьюганском шоссе 62-2. Погода в западной Сибири формирует циклон, доставляя в регион арктические воздушные массы, снег и обеспечивая морозную температуру. Сегодня днем в Сургуте окрестностях облачно с прояснениями, временами снег. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха 0-5. Домашний погребок расширяет ассортимент товара. Мялкие и прессы для винограда, бочки и стеклотара, дрожжи и натуральные ароматизаторы для изготовления праздничных напитков. Домашний погребок. Торговые центры Агора и Богатырь. Ищите подарок? Сертификат от магазина «Домашний погребок» – удачное решение. В течение дня солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое, атмосферное давление составит 753 мм ртутного столба. Всегда радостные покупки для детей в магазинах «Карапуз». Достойное качество по выгодным ценам. Я желаю вам хорошего настроения и до встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok